Добрый день! Я рад приветствовать вас на информационном ресурсе для разработчиков ITVDN. Мы начинаем с вами курс Vue.js Essential. Меня зовут Потеха Сергей, я веб-разработчик и тренер-консультант компании Кибербионик Систематикс. После урока рекомендую вам повторить данный материал на нашем ресурсе ITVDN, а также проверить свои знания на ресурсе TestProvider. Наш курс будет состоять из шести уроков, на протяжении которых мы познакомимся с таким замечательным инструментом, как Vue CLI, и рассмотрим, как с помощью него мы можем создавать готовое приложение на Vue. Также мы рассмотрим внутреннюю часть нашего приложения, это компоненты, познакомимся с директивами и фильтрами. Далее мы рассмотрим маршрутизацию с Vue, рассмотрим, каким образом она происходит, и рассмотрим, как можно делать защищенные маршруты. Далее мы познакомимся с Vue.http и вариантами отправки запросов. На пятом уроке мы познакомимся с пакетом Vue Vue.http, который позволяет делать валидацию форм. В шестом уроке мы познакомимся с таким инструментом, как Vue.x, и узнаем, каким образом можно управлять состоянием нашего приложения. В первом уроке мы рассмотрим работу с компонентами. Компоненты – это основные строительные блоки нашего приложения, которые позволяют создавать из однофайловых элементов базовую структуру нашего приложения, особенно с использованием Vue CLI. Давайте вообще вспомним, что такое Vue.js. Vue.js – это прогрессивная структура для создания каких-то пользовательских приложений, или веб-сайтов, или интерфейсов. Vue спроектирован с нуля, и он очень адаптируем под ваш какой-то сайт, либо под ваше какое-то готовое приложение. Сама библиотека ориентирована только на Vue, то есть в свой представление. Например, если вы хотите подключить другую библиотеку, утаж или jQuery, это сделать будет очень легко. Также, если вы хотите создавать сложное single-page application, то Vue.js также позволяет для этого использовать все возможности и инструменты. На данном слайде вы видите официальный сайт vue.js.org, на который можете перейти, почитать документацию, и также посмотреть, каким образом можно подключить данный фреймворк к вам в приложение. Теперь давайте поговорим о компонентах. Компоненты, по факту, это экземпляры Vue с каким-то своим названием. Они включают в себе те же данные, методы, как вычисляемые свойства и наблюдаемые свойства. Вы можете использовать компоненты как при регистрации, локальной либо глобальной, и затем вы должны определить компонент и его шаблон, экспортировать наружу в главный экземпляр и подключить как родительский либо дочерний компонент. Мы также можем общаться между нашими компонентами, передавая внутренние input-свойства, либо же наружную передачу данных с помощью генерации событий. Также в Vue.js существует центральная шина событий, или EventBus, которая позволяет облегчить взаимодействие между компонентами. На сегодняшнем уроке мы также попробуем создать проект с помощью Vue CLI. Vue CLI или Common Line Interface – готовый продукт для определения больших одностраничных приложений. Он позволяет использовать препроцессоры, какие-то готовые серверы, а также хот-релод. Для того, чтобы установить, вы можете воспользоваться командой npm install, используя флаг G в Vue CLI. Глобально на свою рабочую машину установить этот пакет. Далее вы должны установить какой-то проект Vue с использованием определенного шаблона. Далее мы перейдем по данной ссылочке – GitHub.Cop.Vue.js.Vue CLI и рассмотрим, каким образом можно воспользоваться шаблонами. На своих примерах я буду пользоваться шаблоном Vue Pack Simple. Это более облегченный шаблон для построения моих приложений, который позволяет также использовать горячую перезагрузку и готовый сервер, если необходимого использования препроцессора, также, если это необходимо. Предлагаю перейти на данную страничку, посмотреть, как можно это установить и начать работу с нашими проектами. Сейчас я нахожусь на сайте Vue.js.org. Мы можем учесть знакомство с данным фреймворком. Документация у него отличная как на русском языке, так и на английском. Есть варианты для перевода китайского, например, протокальского. И для того, чтобы начать работу, нам необходимо всего лишь подключить ссылочкой с помощью CD-Content Delivery Network. Особенно, если мы хотим установить UCLI, то необходимо воспользоваться данным инструментом. Давайте перейдем в вкладочку «Мастер». Посмотрим документацию. В данном случае нам необходимо его будет установить глобально. Посмотрим, действительно ли он установлен. В версии MP3 больше. Вит на JS. Для использования необходимо воспользоваться командой «vue.init». определить шаблон и имя нашего проекта. В данном случае есть шесть официальных шаблонов, которые поддерживают UCLI. И повторюсь, я буду пользоваться Webpack Simple. Также вы можете использоваться в браузере файла, либо прогрессивными веб-приложениями, либо даже воспользоваться простым HTML-файлом, если вам или не необходимо. Давайте перейдем в примеры и рассмотрим самый первый базовый пример использования Vue.js. Напомним, что это такое. Мы подключаем нашу ссылку в Tagscript на восьмой строке. Далее в tagg.div определяем, что у нас будет какой-то общий один контейнер-репортивский элемент, который будет связан 26-й строкой с свойством L в экземпляре Vue. Далее мы создаем input, у которого будет директива Vmodule. И событие input мы будем прослушивать методом showText. У нас есть данный метод showText, метод showCars. И также у нас есть h1, то есть строка поиска, который мы будем выполнять. Далее в параграф мы будем с помощью директивы vfor выводить элементы в данном методе showCars. Будем задавать стиль этому элементу, а также выводить его имя и стоимость. В свойстве данного нашего экземпляра Vue есть search, который связан Vmodule двусторонней привязкой. И массив автомобилей, в котором есть имя, стоимость и цвет. И есть метод showCars, который просто возвращает фильтрацию данных. И showText просто возвращает this search в консоль. Давайте попробуем запустить и посмотреть на этот пример в действии. У нас есть с вами массив автомобилей. Мы начинаем вводить, допустим, Audi. И вводится данный список только из одного элемента. Если есть у меня указка A, то вводятся все машины, у которых существует A в названии. В данном примере мы с вами воспользовались сразу несколькими свойствами. Это свойство data в экземпляре методы, а также двухсторонняя привязка с помощью текста input и входящего параметра. Также воспользовались директивами к привязке стиля, к использованию перебора vform, а также привязали наш экземпляр view с помощью свойства element. Напоминаю, что должен быть один и главный корневой элемент. Давайте посмотрим работу с компонентами. Чтобы определить компонент, необходимо инициализировать его до, или зарегистрировать до инициализации самого экземпляра. Мы на переменной view определяем компонент. И данный метод мы задаем два параметра. Первый – это имя этого компонента, который мы будем определять. Второй – это объект конфигурации. Первое – это свойство template. В этом объекте это поле, которое позволяет связать часть нашего шаблона. Далее у него есть свойство data, но в данном случае оно определяется уже непосредственно как метод, который возвращает какой-то объект. Далее в проектах mc.ly мы также будем видеть, что data возвращает нам объект. Есть свойство props, которое определяет входящие параметры от родителя. И есть методы. В экземплярах view методы и вычитаемые свойства пока пустые. Давайте посмотрим, что делает этот компонент. У нас есть главный div. Внутри у него есть два вложенных кэш-компонента. Далее мы определяем сам шаблон, который связываем вот здесь с помощью айдишника. Это div, в котором находится название кэш. И две кнопки добавить и вычесть. Давайте попробуем запустить. У нас есть два дочерних компонента. И мы можем менять наше значение свойства. Если минус, то, понятно, мы не будем ничего менять. Считать мы можем только до нуля. И, как вы видите, у нас есть два независимых компонента друг от друга, которые вложены в один родительский экземпляр. Здесь была локальная регистрация компонента. Давайте посмотрим, например, он очень похож на предыдущий. Мы сможем локально зарегистрировать. У нас есть пользовательский компонент, который также связан те же методы и свойства amount. И в данном случае мы можем с помощью экземпляра view нашего app2 определить регистрацию компонента для какого-то отдельного экземпляра. Так что экземпляров, как вы знаете, может быть несколько. Мы определяем свойства components в объекте названия этого компонента и использование его селектора. В данном случае селектор юзер компонент. И если запустить этот пример, то мы увидим только один компонент, который вложен в второй экземпляр view. Я думаю, вы уже заметили, что немного неудобно создавать компоненты таким образом. Локально, либо глобально. Мы увеличиваем масштабы нашего файла, добавляем какой-то определенный шаблон, связываем его. И пример, соответственно, становится очень громоздким. UCLI в этом нам очень помогает. Давайте проверим, есть ли у меня на рабочей машине UCLI с помощью команды V. No operation. Давайте Vue V с большой буквы. Смотрим версию. 3, 2, 1. Да, действительно есть. Давайте перейдем во вторую папочку. UCLI. У нас здесь есть три примера с использованием компонентов. Давайте рассмотрим, что собой представляет структура из-за того, как мы создали наш проект. Здесь есть файл Webpack, который позволяет делать настройку конфигурации. У нас есть главный файл Main.js. И при использовании Production.no мы будем помещать файл LGS в папочку DIST. Мы используем специальные правила для загрузчика Vue, для загрузчика CSS. Также существуют загрузчики файлов и использование JS. Лоадером Babel Loader, в случае если у нас разные версии есть. Также есть сервер разработки. И смотрим, какие у нас существуют расширения для работы с нашими файлами. Заметьте, здесь есть новое расширение для нас, это Vue. Когда мы откроем папочку SRC, мы увидим, что у нас существуют какие-то файлы с расширением именно Vue. Мы разберемся с ними чуть попозже. Конечно же есть файл README.md. Есть gitignore, так как этот проект по умолчанию создает его. И мы можем далее залить его в наш репозиторий. Есть package.json, в котором есть два скрипта для разработки и непосредственно продакшена. Есть зависимости, у нас зависимость только одна, под Vue. И есть зависимости для разработки. Есть индекс.html, в него мы помещаем body.div с id.app и скрипт, в случае если у нас есть сборочный файл для определения Vue.pack. Это build.js. Также есть editor.config, который позволяет нам определить какие-то параметры для стилизации нашего приложения. И конфигурационный файл для Bable. Давайте посмотрим в src. Команды npm run serve. Посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть главный файл, это main.js. Есть также папочка assets, но здесь всего лишь логотип. И первым делом мы подключаем модуль Vue из пакета Vue. И также мы подключаем app, наш компонент. То есть мы глобально его будем регистрировать у нас вот здесь, в экземпляре. Также мы подключаем глобальную регистрацию компонента phone. Для возможности использования всеми нашими компонентами данного элемента. И определяем в Vue component параметр app.phone, используя данные компоненты. Экземпляр Vue позволяет объединить файл HTML и экземпляр данный JS. Если вы помните, в индекс HTML у нас у Diva был данный ID. Также у него есть функция render, которая позволяет запустить наше приложение. H как хайпер скрипт, который будет генерировать HTML структуру. И app, как основной компонент, который мы вкладываем сюда. Давайте мы посмотрим, нет у нас такого скрипта serve. Он у нас называется npm run data. Теперь давайте посмотрим на сам файл app.vue, из чего он состоит. Этот файл состоит в основном из трех элементов. Template, как шаблона приложения. Скрипта, как логику данного компонента. И стили, в случае, если необходимо стилизировать конкретный компонент. Что у нас также есть? У нас есть D, главный корневой элемент. Так как мы если хотим поместить несколько элементов в template, нам необходимо поместить их в один родительский. Есть картинка. Есть h1, который связан интерполяцией с свойством msg в функции data. И далее есть два компонента. app.phone, который мы зарегистрировали на глобальном уровне. И app.car, который мы зарегистрировали на локальном уровне. Здесь мы импортируем car, компонент из car.view. И далее мы локально подключаем этот компонент. По свойству components нашего объекта мы определяем название, то есть селектор, и использование конкретного компонента. Смотрите, как мы определяем экспорт. Мы по дефолту экспортируем объект Vue.js. И по умолчанию это сущность и есть компонент. Вот эти файлы app.view имеют такую структуру. Мы можем определить имя у него. Можем определить функцию data, которая будет возвращать объект. Компонент, методы и так далее. Давайте посмотрим на car.view. Структура его точно такая же. Есть скрипт, есть стиль, есть темплейт. В котором мы просто возвращаем название машины, ее цену. Если говорить по phone.view, то здесь тоже очень все просто. Здесь есть GIF, H2 и интерполяция phone и price. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. И у нас сейчас есть два компонента. Это глобальный, который зарегистрирован на глобальном уровне. Это локальный компонент. Если попробовать, например, перейти в car.view, провести горизонтальную линию и здесь писать app.phone, то мы должны увидеть в нашей разметке сейчас в этой машине еще один компонент. Так как он зарегистрирован глобально. Если поместить app.car в phone, у нас не возникнет ошибка. Так как мы его регистрировали только локально. В самом экземпляре app.view. Для того, чтобы его зарегистрировать, необходимо его добавить в поле components. У нас в консоли возникнет ошибка. Давайте посмотрим. А в новом custom element необходима регистрация. Наше приложение в основном будет состоять из компонентов. Один будет родительский практически всегда. Это app.view. Далее мы можем регистрировать несколько вложенных элементов. В данном случае app.car и app.phone у нас два соседних компонента, которые могут между собой обмениваться информацией, передавать данные в родительский и каким-то образом принимать от родителя какие-то свойства. Я думаю, здесь все достаточно понятно. А вот со свойствами мы перейдем во второй пример и запустим его. Посмотрим. Уже запустился второй проект. У нас есть главный компонент app. И в нем есть дочерний компонент cache. Давайте посмотрим на эту. Структура в принципе очень похожая. Есть main.js, но сейчас мы не регистрируем в нем глобальный компонент cache. Мы этот компонент будем регистрировать в app. Напоминаем, мы его импортируем из cache.q. И далее мы определяем свойства data, в котором есть у нас три поля. MSG, currency price и currency name. И мы регистрируем данный компонент app.cache. Далее смотрите, что мы делаем. Мы создаем app.cache этот и передаем ему параметр. Я думаю, вы знаете, что у нас есть вариант привязки к какому-то свойству. Это привязка webbuying. И если мы хотим привязаться к стилю, то мы передаем вот так. Если сократить эту привязку, то мы можем просто определить двоеточие и параметр привязки. В данном случае мы определяем, что у нас будет свойство currency price from pile у дочернего элемента. Оно будет равно currency price. Давайте мы это посмотрим. Как мы можем связать это свойство с дочерним компонентом? В данном случае у нас есть свойство props, в котором мы определяем получение данных из родителя. И также мы можем их валюдировать. В данном случае у нас есть три свойства. Currency price from parent. Currency name from parent. И также, да, это все два свойства. И мы определяем тип входящего параметра. Currency price from parent это number. И currency name from parent это стрим. Но в этом случае, давайте мы сделаем два окна. В данном случае мы видели, что мы передавали только одно свойство. Текущее price 3050. Мы можем делать также свойства по дефолту. Это у нас объект, который есть keepStream и defaultEU. Далее же у нас есть наш объект data, который мы возвращаем. Здесь мы определяем в параграфе currency name from parent и currency price from parent. И используем метод toFixit. Округляем. Мы видим, что у нас определился компонент евро-currency. Так как мы не передавали никакой параметр значения, он по умолчанию был евро. Мы можем добавить еще один вечерний компонент. Напишем currency price плюс 10. И здесь напишем currency name from parent. Еще одно свойство, к которому мы будем привязываться. И будет currency name. Давайте сохраним и посмотрим. У нас должен появиться второй компонент, у которого будет доллар и 4050. Да, действительно так и есть. И с помощью вот такой однонаправленной привязки вы можете передавать сюда свойства входящие. В начальном компоненте вы улавливаете эти свойства с помощью поля props. Вы можете валидировать входящие параметры с помощью типа. А также вы можете определять дефолтное значение, если вам необходимо. Конечно же, если вы знаете, что входящих параметров нет, вы просто можете раскомментировать 26 и 27 строку и поставить их как значение вот сюда, в интерполяцию. Я думаю, что с входящими свойствами в дочерний компонент все достаточно понятно. Давайте закроем этот пример и откроем третью папочку. Допустим наш сервер разработки и посмотрим, что здесь у нас есть. Здесь уже добавляется несколько других компонентов. У нас есть main.js, в котором есть event.ineter. Мы далее определим, что это такое. Вначале у нас есть app.view. Давайте на него посмотрим. Мы все компоненты дочерние регистрируем внутри него. У нас есть animal, counter и adding. И давайте посмотрим на эти компоненты. Мы их определяем селекторами app. Добавляем в функцию data объект с возвращаемыми значениями сообщения. Animal name и counter. Давайте посмотрим на animal name. У нас здесь есть родительский элемент. И app.animal мы передаем сюда два значения. Мы видим, что есть родительский элемент elephant, есть дочерний компонент animal component. Есть тоже elephant и какой-то счетчик у нас. Так как мы передаем сюда параметр c, у нас будет свойство counter, которое равно у нас пока что 0. Что у нас здесь еще есть? Есть методы changeFromChild и метод sayHello, который мы рассмотрим чуть-чуть попозже. Давайте рассмотрим для начала компонент animal. Откроем его в соседнем окне. У него есть также своя разметка, у которой есть свойства. В данном случае мы не будем фаллигировать, мы определяем просто как массив. Name, который мы передаем. И c как counter. Мы определяем имя и счетчик. И далее у нас есть, смотрите, клик на кнопку. При нажатии на клик мы будем менять название этого имени. Давайте попробуем. Мы видим, что у нас dog поменялся на свойство dog. То есть мы поменяли как в дочернем, так и в родительском компоненте. Но как это можно изменить? В данном случае мы пишем thisName равное dog. Так как мы получаем name входящий параметр. Но нам надо уведомить родителя о том, что это свойство у нас поменялось. С помощью встроенного параметра доллар и мид мы можем уведомлять события для родительского компонента. И первым параметром мы передаем само событие для прослушки. А вторым параметром тот элемент, который мы хотим, чтобы родитель нас получил. Не во всех случаях вам пригодится второй аргумент. Но первый должен быть обязательный. Давайте посмотрим в app.view. У нас есть changeAnimalName, который позволяет изменить имя нашего животного. Мы подписываемся на это событие с помощью changeAnimalName. И определяем метод changeFromChild. Это мы передаем $event. И в $event как раз и будет помещаться thisName. Давайте посмотрим, что делает changeFromChild. Просто в консоли мы увидим наше событие. И thisAnimalName равно данному событию. Давайте откроем консоль. Вы видели, что у родителя также поменялось это значение. У нас есть консоли. У нас есть doc. И здесь ошибка, что необходимо использовать вычисляемые свойства. Пока что мы не будем разбираться над данной ошибкой. У нас есть свойство name, которое было изменено. И на изменение состояния мы поговорим в шестом уроке. Давайте теперь посмотрим, что у нас представляет собой appCounter. Сюда мы передаем counter. И в самом counter у нас есть по методу прослушки adding. adding и substr. В данном случае мы передаем сюда свойство C. Определяем его как компонент. Заметьте, его здесь нет. Но у нас есть две кнопочки. И здесь в данном случае мы определяем, что у нас есть два метода add и sub. При нажатии на эти две кнопки мы будем писать, что если C равное 0, то мы возвращаемся. Мы не будем делать отрицательное значение. Если же нет, то вычитаем, делаем increment и эмитим событие substr, передавая параметры thisCounter. В случае добавления то же самое, только другое событие edit. В appView мы повесили прослушку события. Counter равное event. При передаче параметров мы просто будем записывать это значение в наш счетчик. Теперь давайте попробуем увеличить. Так что закроем консоль. У нас было свойство изменения C. И видим, что мы передаем этот счетчик родителю. Родитель понимает, что этот счетчик необходимо изменить. Так как он связан с дочерним компонентом, меняет значение этого дочернего компонента. А именно Animal. Можем сделать почитание, добавление. Кнопки также работают. И получается для того, чтобы передать какие-то параметры между двумя соседними элементами, в данном случае это appAnimal и appCounter. Нам необходимо использовать сначала поднятие события, а потом прослушку этого события у родителя и передачу уходящего параметра в соседний. Согласитесь, такая структура немножко тяжела для понимания. И при увеличении нашего приложения, когда будет несколько вложенных, несколько родительских компонентов, будет очень тяжело генерировать какие-то параметры. Для этого мы можем воспользоваться шиной событий. Перейдем в Main.js. И здесь мы определяем новую шину событий, которую сразу экспортируем. Это константа. И она равна экземпляру нового view. После этого мы импортируем ее из Main.js. Далее мы можем закомментировать 20-ю строку и раскомментировать 23-ю. Мы на глобальной шине событий называем метод adding. То же самое делаем с sub.str. И в Animal.js мы обычно можем сделать event.limiter. Только здесь мы уже будем делать с fit определенным параметром. И тогда мы можем отказаться от параметра в дочернем компоненте. В данном случае мы не будем, получается, прослушивать. Вот здесь мы можем это удалить. И здесь прослушку события. Или хотя имя давайте оставим, так как имя у нас остается. Мы можем Animal.js при этапе жизненного цикла, импортируя event.emiter, прослушать события adding. И прослушать события sub.str. Даже если у нас нет счетчика в родительском компоненте, который можно удалить, попробовать. Counter.js давайте раскомментируем. This.js тоже закомментируем. Давайте здесь оставим только Any. То есть мы будем генерировать события данные. Ходящих параметров тоже у нас не будет. Мы просто будем нажимать на кнопку. И в Animal у нас будет C. Это счетчик, который находится непосредственно в этом элементе. Ходящих свойств у нас тоже. Ну давайте мы оставим имя, а счетчик сам удалим. И далее смотрите. При этапе жизненного цикла мы будем прослушиваться с помощью метода DollarOn. На событии adding мы будем брать и увеличивать счетчик на единицу. И при событии sub.str. Например, мы будем уменьшать счетчик данный на единицу. Давайте попробуем сейчас. Это возникла у нас ошибка. Counter.view. Пятая строка. Здесь лишняя скобочка. Немного цена в пример. И давайте попробуем. Да, он действительно у нас работает. То есть в данном случае мы подключая шину событий, мы сгенерировали значение из одного компонента Counter.view в другой. При этом мы не использовали родитель для передачи данных из родительского в дочерний и прослушивая события из дочернего родителю. Мы просто использовали глобальную шину событий и для нее вешаем обработчики. Я думаю, здесь также достаточно понятно, но не всегда надо использовать шину событий. Особенно если есть у вас одно свойство, вы можете его количеством параметров передавать непосредственно как привязку данных. Если посмотреть на app.view, у нас здесь есть еще один дочерний компонент. Это adding. Давайте его раскомментируем. Мы его зарегистрировали локально. И в нем есть несколько элементов. Это параграф, в котором находятся свойства SayHello и Visitor, который мы рассматривали ранее. Также здесь есть еще параграф, в котором есть HelloFromEadingPage. И у него есть два слота. Creates и Text. Давайте мы обновим. У нас есть GoodAftonumVisitor и HelloFromEadingPage. Если посмотреть на сам компонент этот, здесь только мы поставим ручки, мы видим, что у нас есть еще один компонент, если посмотреть на него, с именованными слотами. Слоты – это параметры. В случае, если мы хотим поместить разметку в дочерний компонент, мы можем в селекторе этого компонента написать какую-то разметку. И определить ее как слоты. В данном случае мы пишем именованные слоты. Этот текст будет определенно здесь. Одним горизонтальным линиям, еще один текст и приветствие. Заметьте, здесь никаких нет свойств в объекте дата. Если посмотреть, к каждому элементу добавляется определенный параметр дата и определенный айтишник, который связывает родительский и дочерний компоненты. И, соответственно, если вы хотите передать, например, какую-то разметку просто, без именованных слотов, вы пишете какую-то разметку, передаете hello from пары и здесь определяете просто слот, куда необходимо вставить конкретную разметку. Сохраним. Здесь сохранили, а в appb не сохранили, давайте еще раз. Увидим, что действительно так у нас и получается. Передача разметки также, в принципе, достаточно проста. Вернем здесь. И вернем здесь разметку. И давайте посмотрим на еще одну важную вещь. У нас есть стили для каждого компонента. В данном случае это аж два заголовок. В котором есть и телик, и underline text decoration. Если видите, эти стили задаются для всех компонентов, как для родителя, так и для двухдочерней Animal Company. Как сделать же так, чтобы стили были доступны только внутри этого компонента? Вы можете воспользоваться специальным атрибутом, в Animal View он точно будет, такой как Sculpt. Мы знаем, что у нас есть дивы, и их есть несколько во всех аппп. Он Background Pink. Но почему-то только для этого компонента задается такая рамка, и Diff's Class Minimal, и Background. Потому что мы добавили атрибут Sculpt. Теперь UCLite при генерации нашего приложения видит, что эти элементы будут доступны только внутри данного компонента, в данном стиле. Хорошо, я думаю, здесь также все достаточно понятно с работой компонента. Давайте подведем итоги сегодняшнего урока. На сегодняшнем уроке мы вспомнили с вами, что такое DGS. Повторили, что такое директивы, которые далее в следующем уроке будем более детально разбирать. Рассмотрели привязку данных, однонаправленную и двунаправленную, и рассмотрели компоненты. Рассмотрели, что компоненты мы можем подключать локально, либо глобально к нашему экземпляру Vue. Также познакомились с Vue CLI, и рассмотрели, каким образом мы можем генерировать готовое приложение с помощью этого инструмента. Также мы рассмотрели однофайловые компоненты, созданные с помощью Vue CLI, с расширением Vue. Также их подключение и взаимосвязь. Входящие параметры, генерация событий наружу водителя, а также глобально швы событий. Спасибо вам за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова